всем привет и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно интересную красивую масштабную модель американского лимузина cadillac series 75 59 года выпуска от производителя true scale miniatures это довольно старая модель она появилась в продаже то ли 5 то ли 6 лет назад возможно даже чуть раньше и эта модель первоначально продавалась за 75 евро и у true scale miniatures такой автомобиль предлагался в трех вариантах исполнения было два базовых лимузина один в классическом черном цвете как раз сегодня мы его и рассмотрим вторая модель была окрашена в серебристый цвет металлик и также предлагался парадный вариант королевы елизаветы у того автомобиля немножко видоизменена часть крыши и задняя часть сделана прозрачной так называемый bubble top и в свою коллекцию я взял два стандартных лимузина парадный вариант не стал брать мне он визуально не очень понравился и вообще с такими лимузинами довольно интересная история когда они только появились в продаже то я не успел взять эту модель в свою коллекцию потому что долго размышлял как раз в то время появились в продаже аналогичные лимузины у бренда kes models итальянская фирма которая делает тоже модели из полимера и у них лимузины стоили чуть дешевле на 10 или 15 евро и у kes была более обширная палитра цветов был автомобиль в черном цвете в серебристом в белом также были специальные версии в бордовом цвете и был автомобиль в светло-голубом цвете металлик и думал что взять и в итоге решился купить модель от true scale miniatures но когда уже собрался ее покупать их попросту не было в продаже и так как хотелось такой лимузин в свою коллекцию и я уже неоднократно говорил что я большой поклонник подобной техники у меня отдельное направление в коллекции посвященное именно таким лимузинам то в итоге взял модель ручной работы от motor city usa из белого металла и как-то потом мне подвернулась возможность взять автомобиль от tsm в серебристом цвете я конечно его сразу взял и потом через время опять попалась возможность взять автомобиль в черном цвете как раз тот автомобиль который я хотел брать изначально и за эту модель я чуть-чуть переплатил и купил ее по-моему за 89 евро но посмотрел сейчас где-то цена как раз такая есть 89-90 евро можете смело найти эту модель на торговых площадках это не супер большой раритет но модели все же встречаются довольно редко если вы посмотрите на упаковку этого бренда и вспомните видео обзор на лимузин zil41072 scorpion от dip models то здесь абсолютно такая же упаковка по габаритным размерам только отличается цвет картонки здесь написано tsm model и у dip models там по моему было написано гараж особого назначения и также точно такой же дисплей кейс и если приглядеться к самой масштабной копии то стилистика у двух моделей тоже очень похожа и у меня такое ощущение что для дипа серию лимузинов zil41 как раз делал бренд tsm и давайте снимем защитную пленочку которая страхует дисплей кейс от повреждений и посмотрим на нижнюю часть упаковки здесь написан сам бренд также есть информация есть наклейка которая символизирует о том что эта модель сделана по лицензии general motors естественно эти модели изготавливаются в китае и также есть вот такая памятка которая нам говорит о том что эту модель не стоит держать под открытыми солнечными лучами просто может испортиться и лакокрасочное покрытие и также модель может повезти потому что она сделана из полимера и под открытыми солнечными лучами я не советую держать и металлические модели я помню давно у меня была модель от vites рено шафран и она как раз стояла у меня на столе и из открытых солнечных лучей там просто расплавило заднее стекло и если говорить о тактильных ощущениях то здесь из-за большого веса самого дисплей кейса создается такое ощущение что это металлическая модель но на самом деле это не так очень красивый подиум сделан под дерево в таком бордовом цвете и в принципе вот в такой цветовой схеме я больше подиумов так и не встречал и если говорить о других брендах примерно в этом ценовом сегменте то сюда можно отнести продукцию neo продукцию matrix и продукцию glm правда у glm нету такого лимузина у них есть автомобиль 58 года тоже вам покажу чуть позже а у neo есть на базе такого cadillac автомобиль скорой помощи и также катафалк и скорая помощь тоже у меня есть коллекция как-нибудь ее покажу других видео обзорах но если говорить о покраске то здесь особых претензий нет все очень аккуратно выполнено и лакокрасочное покрытие без каких-либо потертостей без мусора и эту модель видимо после покраски еще полировали потому что черный цвет очень хорошо переливается на свету если посмотреть в салон то мы видим тоже здесь все очень прекрасно сделано сиденья окрашены в черный цвет и у этих автомобилей три ряда сидений но здесь второй ряд сложенном состоянии скамеечки здесь скажем так упакованы за заднее сиденье обычно glm и neo skill models делают их в разложенном виде если посмотреть на колесные диски то здесь тоже особых претензий у меня нету присутствуют white wall также довольно аккуратно сделан хромированный декоративный колпак в целом довольно хорошо смотрится оформление передней части у этой модели прекрасная светотехника и на моделях от tsm вы никогда не увидите так называемых рыбьих глаз вот эти черные точки которые портят восприятие от облика автомобиля также установили номерные знаки есть зеркальца заднего вида дворнички здесь из фототравления также присутствует небольшая антенка на правом крыле дверные ручки здесь отдельные элементы и задняя светотехника тоже выглядит довольно интересно ну и установили задний номерной знак и здесь на габаритных или противотуманных фонарях также присутствуют вот такие небольшие птички из фототравления вот такая прекрасная модель и еще один нюанс на многих американских автомобилях у которых устанавливали кондиционер есть вот такие небольшие вентиляционные отверстия потому что кондиционер устанавливали в багажник был большой элемент здесь как раз вот видны отверстия откуда дул холодный воздух вот такая замечательная модель и покажу вам для сравнения автомобиль от glm models и здесь стоит обратить внимание на упаковку и когда я делал обзор на эту модель то я уже высказывал свое мнение насчет упаковки но согласитесь вот к такой интересной и скажем так премиальной модели вот такая пестрая упаковка это не совсем лучшее решение но у glm серия лимузинов которые тоже стараюсь собирать и в принципе я очень надеюсь что они выпустят тоже вот похожий автомобиль тогда можно будет его приобрести и сделать сравнительный видео обзор и скажу почему я не покупал модель от kes models и я думаю хорошо что я все же ее не взял потому что у других автомобилей от kes которые я приобрел в свою коллекцию есть серьезные проблемы очень плохое качество сборки и конечно встречаются бракованные модели и у glm и у neo и у tsm но в количестве как у kes models я не встречал за такую цену столько брака ну вот автомобиль от glm models это машина 58 года выпуска а cadillac у tsm 59 вроде бы год разницы но как отличаются по своему дизайну друг от друга автомобили но эти модели очень хорошо и гармонично смотрятся друг с другом если вы будете ставить их на полочку то у вас получится вполне хорошая интересная композиция конечно у glm более светлый салон из-за этого можно лучше его рассмотреть и у этого лимузина мне очень нравится как сделана панель приборов и рулевое колесо и я уже говорил о проблемах на современных моделях от glm models они стали использовать много тоненькой самоклеющейся фольги и не самое лучшее решение например в этом плане у tsm более продуманная модель они обычно вот такие элементы которые всегда отклеиваются делают из тоненького пластика например здесь на задних крыльях вы увидите вот этот декоративный молдинг это просто пластиковый элемент он не будет отлетать и если полимер даст усадку то тоже будет не так заметно потому что здесь будет не слишком большая разница вот такая замечательная модель и пишите ваши комментарии понравился ли вам данный лимузин что вы думаете о продукции true scale miniatures если в вашей коллекции подобные автомобили какое направление вы выбрали для себя возможно вы тоже собираете американскую технику возможно лимузины возможно кареты скорой помощи а возможно вы собираете автомобили катафалки тоже будет интересно узнать ваше мнение и я подумываю стоит ли мне взять хотя бы один автомобиль чтобы сделать на него детальный видео обзор не забывайте подписаться на мой канал поставить лайк или дизлайк этому видео также вступайте в мои группы в социальных сетях и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале и на сегодня это все до новых встреч пока